По-моему, на этот вопрос ответ единственный. Причиной стало то, что были установлены камеры. То есть вот эти камеры, на которые потратили столько денег, они стали тем препятствием, той препоной, которая не дала учащимся списывать во время экзаменов. Только этим объясняется. Вообще вас удивили эти результаты, 42% не сдавших? Это много или мало для вас? Меня удивили результаты, но в том смысле, что я не ожидала, что все-таки будет такой эффект. Зная много лет хорошо сложившуюся практику о том, что ответы, тесты заранее были известны, покупались, списывались, вплоть до того, что чуть ли не сами преподаватели приносили шпаргалки. Вот в этом смысле для меня было удивительно, потому что я все-таки не ожидала, что будет такой эффект от этих камер. Сразу подчеркну, что я тоже была против установки камер, потому что, на мой взгляд, начинать вот эти вот жесткие меры, проверки надо не с детей, а совершенно с другой стороны. И еще один момент, как ответ на этот же вопрос, процент не сдавших, по большому счету, он меня не удивил в том смысле, что, на мой взгляд, не сдавших должно было бы быть даже не 42, где-то 62 процента, потому что уровень образования сегодняшнего и уровень знаний, которым владеют наши учащиеся, мне хорошо известны. Но в силу того, что много лет, еще раз повторюсь, дети успешно списывали на экзаменах, у нас были такие хорошие показатели. В принципе, это более или менее объективная картина того, что творится у нас. Продолжение следует...